Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Каспер и Адекват, и мы продолжаем смотреть Стар Сирию, Стар Ладер, 10 сезон, Лан Финалы. Что еще можно добавить? Можно добавить, что игра одна из самых интереснейших на сегодняшний день. Ну, вообще, возможно, это последняя игра группового этапа, в принципе. Да, потому что если она закончится в пользу команды Na'Vi, то... То у нас начнутся плей-оффы. Да, у нас сразу переходим и к плей-оффу, и вроде как день продолжается. Потому что в группе А, слава богу, переигровок нет. Внутри так отлеглось. Да, 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 я сразу так, минус 4 часа стрима, отличненько. Ну и теперь Na'Vi. Ну, Na'Vi мы видим сосредоточенные, Na'Vi, надеюсь, собраны, надеюсь, они там не ругались и покажут нам хорошую дотку. Потому что секреты, я вот смотрю, и я за них вообще не переживаю. У них такие лица, типа, ну что, покатнем, может, немножко. Я вижу, что Nutella не выспался немножко. Такое у него какое-то грустное личико. Как там у нас говорили, что, может, кровати неудобные там в гостинице. В гостинице. Сдов кусту кормят. Не, ну я вот тоже рассказывал, что я в свое время, когда ездил на Ланы на выездные, когда еще был мелким, типа, в КС катал, то, в принципе, было счастьем, если ты спал лежа, а если еще и на кровати, то, в принципе, отлично. Все замечательно. То есть, да, может, было лежа, но еще и не на кровати. Такие тоже были опции, а сейчас кровать неудобная. Там, да, обслуживание плохое. Да, да, да. Вовремя шампанское не принесли. Завтрак остыл, там, еще что-то в этом духе. Не шведский стол. Да, 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 знаем, знаем и этих игроков. Ну, хотя у нас сейчас есть крутая лаунж-зона для игроков, который нам Twitch организовал. Да, кстати, и еда, и напитки. Да, 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 имеют возможность пойти отдохнуть, посмотреть стримы, там много телевизоров стоит, и, в принципе, там все как раз и тусуются, потому что туда никого левого не пускают, и там такая нормальная дисциплина, там обсуждения какие-то идут, игроки друг дужку там подкалывают. Ну, в принципе, нормальная рабочая обстановка. Ну, не хватает у нас пока только кого у нас не хватает. Кроки? Да, Куро у нас куда-то пропал. Ну, ничего, надеюсь, сейчас быстренько он заджойнится. Да, давай прогноз. Куро! Go play, дюд! Не хочет он пока. Да, не хочет, не хочет. Дайте ему кто-то братского такого по плечу похлопывания, я хотел сказать, естественно. Я думал, по тотальник. Ну, это уже вторая мера, если похлопаешь. Похлопать не поможет. Именно так. Ну и что, какая вообще задумка интересного на игру? Будут ли они радикально что-то менять, или опять там Дэнди, Драгонайт, поехали? Да, я думаю, стандарт какой-то будет брать. Не думаю, что вот именно сейчас в данной ситуации на Ави будут что-то экспериментировать, какие-то такие необычные стратегии нам показывать. Все это, я думаю, запланировано больше уже к плей-оффу. А вот секреты, мне кажется, наоборот, будут удивлять. Ну, они себе могут это позволить. С одной стороны, они уже в любом случае выходят из верхней части турнирной таблицы, да-да-да. То есть они в любом случае будут в винарах. Со второго места или с первого, это мы узнаем с вами прямо сейчас. Ну, а для Ави это действительно игра практически на выживание, потому что никому не хочется сейчас играть переигровки, потом еще плей-офф. Можно в лазера упасть, там еще... Да, кому это нужно, действительно, то есть ты... Хотя тут один плюс, в лазера упал, сегодня не играешь уже. Офигенный плюс, прям. Можно потом и завтра только одну игру сыграть, это тоже с одной стороны плюс, типа. Так что, да-да, тут есть свои нюансы. Вообще, слишком много таких вот моментов мелких, да. То есть, во-первых, два ноли темсигра, то есть у них все хорошо в любом случае. Во-вторых, против Na'Vi выиграть каким-то таким интересным пиком, это вообще плюс мораль жесткая на весь турнир. Ну, конечно, конечно, ну вот и вообще так выиграть. То есть у Na'Vi, которые вроде тоже начали показывать нормальную дотку, просто сбить их, скажем, да, с темпа их, это тоже был бы неплохой такой момент. Ну, и у нас, кажется, готова игра стартовать, и мы сейчас будем смотреть. Да, тут идут какие-то последние приготовления, там. Кура наругался на админов, сказал, что мне вода теплая. Водонос, быра. Пупея смотрю, что-то активно показывает. Ему сразу ведерко со льдом принесли. Да, 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 естественно. Там скотч 18-летний. И ехала. На позитив, допустим, вижу, улыбается. Пупей. Не, ну, я же говорю, им волноваться сейчас нечего. Они уже свою норму выполнили еще вчера, и сейчас просто могут вообще в свое удовольствие поиграть. Хотя, с другой стороны, выиграть сейчас, заставить команды переигровки какие-то играть, потом кто-то уставший будет опять же. Ну, это тоже нормальная тема. Заставить команды больше помучаться как-то. Ну да. Это приятно. Чисто для себя, да. Это очень приятно. Я думаю, Пупей там очень был бы удоволен. Да, если бы Na'Vi еще отправились, там, пару B1 играть, потом еще куда-то. А он бы сидел, когда их посмотрел, так как мы через там. Ну что, салаги. Ладно, друзья. У нас стартует игра Team Secret против Na'Vi, и это все тот же формат Best of 1. Поехали, наверное, посмотрим на пикабаны, что тут у нас будут набирать. И вот она, кстати, аренка. Вот они мы сидим. Да, народ все больше и больше у нас пополняет арену. Да, команды вроде неплохие начинают играть. То есть до этого? Не, ну до этого у нас были определенные косяки, скажем. И я бы, например, не пришел смотреть на это. На Атос. То, что у нас было на Атос и на Скайди. Ладно, ладно, все, а то и нам скажут, но опять бредятые комментаторы сидят там. Ну да, червят опять. Да, черви. Ладно, пошли у нас первые пикабаны. И обратите внимание, что сразу же убирают секреты. Они убирают тренд протектора. Они помнят игру, где был Dragon Knight, тренд протектор. И где Dragon Knight убивала четверо. Вообще, Пупеи все говорят о том, что он обычно игнорирует стратегии противника. То есть он настолько уверен в себе, можно так сказать, что он обычно не банит каких-то там супер крутых героев противника. А вот здесь мы видим, что Пупеи первыми же два баннера отправляет сигнатурных героев в Na'Vi. Ну да, но и с другой стороны, возможно, с этой точки зрения можно как-то рассуждать, да, то, что тебе пофиг на то, что придумает противник. Но если их стратегия идет вот прям в супер контру вашей, то тогда уже никуда не деться. И вот как, например, у нас тинкеры тогда набрали своих четыре милишника там и кто-то еще. И вайпер, да, точно. И играли против дровки там с Вингой и с прочими героями. Им просто повезло, что они тогда выиграли. Они так проперлись люто. Ну или даже игра Secret против Execration была. Отдал все, что сходил. Деспрофта отправили, всех отправили, а потом мучились бедные Секреты. Да, 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 потом терпели, страдали. Ну и у нас первые два пика от Na'Vi. Обратите внимание, появляется тот же Сларк, что недавно у нас играл за команду Альянс. Ну, Лода на нем бегал. Ну, вообще, и его ферс пиком. Вот как-то сразу. Вот теперь я смотрю на эти баны и понимаю, что Бремастер и Doom тут могли не появиться. А вот Висп появился бы 100%. Потому что Висп это тот герой, которого Нотейлу просто красным обведен на экране маркером. Вот этот квадратик. Мое. Да, все, это мое. Попей тыкнул. Так, а что Попейю не тыкать? Отлично Нотейл отыгрывает на этом персонаже. Отлично исполняет свою роль. Никогда к нему претензий не было в этом плане. Поэтому зачем придумывать что-то еще? Ну вот нам, кстати, показывают комбинацию с Ларкой и Огромага. Три матча с четырех они взяли. Ну, неплохо, да. Очень неплохо. Вопрос такой, с кем будет летать у нас ИО? Возможно, это нечто классическое, типа Тинни или... Ну, Хаус Найта я бы, наверное, и не сказал. Я бы, возможно, сказал Вен. Да, но Хаус Найт, в принципе, нормальная тема. Но я вот вспоминаю, на чем играл Наскуров. В основном это либо Тинни, либо Марта какая-нибудь. Сегодня мы видели вообще Вис плюс Акс. Вис по Акс тоже, да. Было. Было дело, было у нас. А вариантов много? Тем более мы знаем, что Сикреты обладают достаточно большим пулом героев. Поэтому ожидать можно все что угодно. А, ну это сигнатурочка для Пупея. Ну, да просто взяли двух своих основных персонажей, а там под них кого-то сейчас будут подбирать. Тут все понятно. И вторая стадия банов. Вот, смотри, статистика Пупея. 99% винрейта из 11. Одно из 11 каток проиграл. Фидаг. Испортил такую статистику. Вот именно. Невозможно вообще. Ужас. Так, ну и вот, собственно говоря, опять команда на ваших экранах. Опять мы видим бурное обсуждение у нас идет. И вот они секрет-тим, да. 14 побед, одно в поражении. Единственное, кто подсказывает Пупея, по-моему, это Нотейл с ним общается активно. Остальные... Не, ну я смотрю, там вот С4 тоже что-то губами шевелит. Вот Кура, он такой сосредоточенный, говорит, дайте мне кого-нибудь. Я порву их. Марту мне. И Симба тоже такой же, взор от монитора не отводит. Да, да, да. Ну, Тунави примерно тоже, да, сейчас Дэнди кому-то рассказывает. А они вместе с Фингой тут сидят, общаются. И Фаник, да, что-то тут тоже пытается рассказать. Фанику говорят, да бери Тайтхантера и иди уже. Устал. Так, ну что, вторая стадия банов. Бэтрайдера убрали, минус Разор. Ну и четвертый бан. Будет ли это нечто похожее, там, на, не знаю, на Магнусов, например, каких-то? Потому что эта тема тоже может сработать. Это же все-таки Сларк. Это же Милишник. И он же будет, шик-шик-шик-шик, нарезать. Да, этот может. Еще и под Угрмагом. И под... Нет, все-таки это Вайпер. Вообще, вот, да, избавляет от того персонажа, который вроде неплохо с Милишниками Керри разговаривает. Ну, это же неоднократно было использовано, и против, и в бан отправляли, так что это вполне такой понятный дефолтный пик. Да, ну и кого сейчас Данил у нас будет убирать? Возможно, это будет нечто под Виспа, но мы уже говорили, что под Виспа много возможных вариантов. Все не забанишь, да. Да, ты не угадаешь, не забанишь. Можно забанить какого-то одного конкретного героя, который тебе нравится меньше всего. Ну, я думаю, что что-то, что будет неплохо против Сларка смотреться. То есть, вот там брали Дум, это уже плюс. Ну, невозможно тогда какой-нибудь. Вот против Милишников Тинни очень хорошо заходит. Ну, да. Тинни, кстати, весьма было бы неплохо. Ну, и под Виспа опять же. Ну, это все-таки Свен. Вот. Решили, да, решили от Свена избавиться. Причем, Свен, это мог быть спокойно соло-мид Свен. Мы вчера, кстати, видели соло-мид Свена. Ну, там Свен плюс Висп, возможно, что-то такое могло поведиться. Ну, типа того. Ну, и вообще, Свен, как и Тинни, в принципе, тоже неплох против Сларка, говорят. Если попадается под зону поражения. Ну, вот я же говорил про Фанника, бери Тайтхантера, иди в свой оффлейн, и все. Собственно, так и делают сейчас Na'Vi. Да и не совсем понятен бан Свена. То есть, если они хотели бать Тайтхантера, то Тайтхантер как бы достаточно неплох. Не, ну, у Свена у него все равно, у него все равно, у него очень много бонусного урона именно зеленого у Свена. Поэтому Тайтхантер, даже если Энкор смешем в маджет, ну, срежет он там 80 урона. Ну, да. А все равно у Свена останется еще 3 сотки. Так что, окей, Свен минус. Ну, смотри, кстати, винрейт, какой у Фанника отличный. 7 матчей и 28% винрейт. По-моему, не сагнатурный герой, немножечко не того взяли. Да, 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 чуть-чуть не то, действительно. Ну, и С4 на паке. Будет у нас, скорее всего, сейчас играть. Тот самый пак, на котором он когда-то выигрывал International. Решающий матч. Да, на котором он когда-то там сбивал телепортики. Было дело, было дело. Я бы сказал, даже телепортик. Один. Один. Важный. Важный телепортик. Точный Dream Coil. Да. И боль. Сейчас. В сердцах. Боль. И тогда была какая боль вообще? До сих пор осталась. Ну, как сказать. Теоретически ночью передергивает. В принципе, что команды, что игроки, причем, ну, наверное, все, и те, которые были на сцене, все понимают, что тогда, кто тогда был объективно сильнее. И никто не обижается на какой-то там плейстайл, возможно. И Bane от Na'Vi. Так, ну, получается у нас что? У нас получается Огрмак Бэйн, которые вдвоем вроде не особо сочетаются, но сам по себе Бэйн убирает потенциального сольного мощного керри, которого любят очень сильно Team Secret. То есть дать к уроке какого-нибудь головореза и пусть он прыгает, убивает. Ну да. То есть это топ-контроль, конечно, который очень пригодится. Плюс на врыве от Relocate есть возможность, скажем, кого-то подконтрить. Ну и этого героя оставляют, видимо, напоследок, потому что забирают у нас сейчас Timber Soul. И у нас получается только как раз герой для к уроке сейчас остается. Какого героя хотят видеть меньше всего? Слушай, а может быть это будет Lifestealer в бане или в пике, не знаю. Вообще, почему Lifestealer? Потому что пак есть. А, это же инфест-бомба. Конечно, конечно. Это же суперпунктная комбинация. Изи вообще катка. Не, ну я не знаю, я просто так подумал. Но с другой стороны против Брена... С другой стороны Сларк, Тайтхантер и плюс Бэйн, Контрейд. Да-да-да, то есть вот тут вообще не очень тогда получается. Согласен. Вообще сложно, на самом деле. Вот эти восемь персонажей, это не самые дефолтные пики. То есть, в начале какой-то Огромак было понятно, то потом Бэйн, Timber Soul, нечастные гости. Это минус Медуза. Вот так вот. Вот так вот. Интересненько. Ну, да, еще один неприятный герой. То есть, в замесе 5 на 5 Медуза чувствует себя очень хорошо. Да и Сларк тоже будет неприятно, так что, в целом, обоснованный бан. Плюс ко всему, после последних нерфов Медузу стали брать все чаще и чаще. Почему бы и не забанить. Ну, что, она стоит себе на морозе, расстреливает всех и вся. Ей сложно что-то сделать, если еще там Висп будет ее выхиливать, ману и заливать. Если Висп обычному герою, он просто добавляет хпшечку, то тут он еще и в моношилд заливает нехило, и как бы... Икс-два. Да, и регенит. То есть, ну, это просто жесть какая-то. Действительно, с Медузой он сочетаться должен просто очень-очень-очень хорошо. Ну, и бан Магнуса. Вот мы говорили еще, когда только увидели первых два пика, Огрмак и Сларк, о том, что Магнус, возможно, здесь появится. Но уже нет. Ну, мидер остался для Na'Vi сейчас, для Денди. Сам себе он сейчас какого-то героя будет набирать. Стоять ему придется, скорее всего, против пака. Хотя, в зависимости от того, кого он возьмет ласт пиком. То есть, там Тиберсоут может мидер отправиться запуском. Да, ну, а что у нас еще осталось из таких самых очевидных мидеров? Я сказал Темпларка, но мне почему-то кажется, что нет. Ну, Дракон Найт какой-то может заехать. Дракон Найт. Но Дракон Найт, он тоже тут один. У него нет... Ну, типа Огрмак его бафает, но мне кажется, этого мало. Хотя... Вообще, мне здесь очень Шторм Спирит нравится. Вот если появится в пике у Na'Vi, то есть, персонажа для того, чтобы инициировать, можно было замес как-то хорошо начинать. Во-вторых, опять же, мы улетаем из-под прыва Фрилокейта, мы врываемся, если что, обратно. То есть, ну... Как-то здесь он мог бы неплохо, наверное, зайти. Ну, типа, да, со Сларком можно полетать. Это Outworld Devourer. Вот так вот. Вот это решение хорошее. Я бы сказал, интересное. Потому что, да, линию, конечно, Devourer стоит очень хорошо, но что делать дальше? Ну, типа, тоже еще один персонаж, который обладает каким-то контролем, на врыве от Виспа, плюс кого-то от Волдвар, тоже чувствует себя неплохо, то есть, не страдает, как минимум. Ну, и вообще, ну, с руки тоже будет бить, так что, нормально. Ну, и теперь мув за секретами. Пупей. Остается 30 секунд суммарно. И кто бы это был? Давай, твои прогнозы. Блин, ну я тут вообще, на самом деле, теряюсь. То есть, такой пик у команды Na'Vi, и тут непонятно, каким героем ты все это дело законтришь. Мартретка. Килл любого. Килл любого Мартретка. Да, да, да. Просто прыгаешь и... Вскрываешь этих ребят. Вообще, что-то какого-то бремастера можно было, наверное... А, бремастер в бане. Ну, бремастер в бане, да. Его сразу же туда отправили. Некрофос. Опять у нас Некрофос. И тут все обретает совсем иные тона теперь. Слушай, ну вот, давай, твои ставки. Будет аганим у этого Некрофоса? Я очень хочу, чтобы он был. Я, точнее, больше хочу, чтобы не было одного другого артефакта. Вот прям очень хочу. Ты, надеюсь, говоришь не про Мекку? Нет. Про... Что там еще? Про Алибарду, наверное? Да. Или про Мидос? Про Баттерфляй, мне кажется. Баттерфляй, кстати, отлично должен заходить. Но у тебя сложнее фокусить банально. Все. Плюс. Катка. Ну ладно, друзья. Начинается у нас потихонечку очередная игра. Возможно, последняя игра группового этапа, если, опять же, победят Na'Vi. Ну или же это только начало игрового дня. По сути. Давайте, наверное, пройдемся, посмотрим. Команда Secret у нас на ком будет играть. И, собственно, на игроков, возможно, даже посмотрим. Может быть, мы даже их захотим представить. Слушай, как тебе такая идея? Покричать, покричать. Ну, естественно. Люди уже есть в зале, только они что-то так притихли. Ну и давайте, наверное, посмотрим. Ребята, я с ним Secret. Пупи будет играть на Патме. Биг Дэдди будет играть у нас на Виспи. Естественно, S4 Пак. Симба на Тимберсоу и Куроки на Некрофосе. Друзья, ваши аплодисменты. Team Secret. Видно как-то еще сонненько. Разогреваются только. Да, да, да. Ну и сейчас, может, на вторых пацанах как-то поактивнее себя будут вести. И вот они, собственно, Na'Vi. На ваших экранах сидит Fanny, который будет играть на Тайтхантере. Далее сидит Dendy на Outworld Devourer, FNG на Огрмаге. One Score на Бенни и Хвост в самом конце на Сларке. Команда Na'Vi. Получше, получше. Да, 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 чуть-чуть есть. Погуще. И что, пошли у нас, пока еще не крепочки, пошли у нас герои. Разбегаются по своим позициям. Пока что мы, естественно, не можем ничего говорить. Вообще ничего не будем говорить. Можем просто помолчать и поводить камерой. Лучшее решение, по-моему. Ну, да. Никого не будем раздражать, как минимум. Так, и да, пока что у нас без стычек. S4 на своем фирменном сете на пака. Так, и мне очень любопытно. Вот этот керри Некрофос. Будут ли с ним идти в раннюю агрессию, ребята, и Сикрет. Но судя по тому, что у них нет другого керри, да, сильного именно, который бьется в руки, то ранняя агрессия, в принципе, не помешает. Тут поймали S4, но он успевает уйти в арбу в самый последний момент. Не сработал мультикаст. Чтобы вообще вот так вот выйти в лейд с персонажами TeamCG, то есть много нужно фарма получить изначально. Надо хорошо нас науболить. Вот изначально, да, как ты правильно сказал, зажечь. И потом будет не так легко потерять все, что они там заработали, учитывая класс этой команды. А Na'Vi, естественно, даже при прочих равных условиях, они в минуте к сороковой, скорее всего, станут сильнее. Но, блин, тут есть Некрофос, который, если соберет агоним, сможет вырубать героев. Такой герой, например, как Сларк, на которого основной упор. Ну или же О'Дэй, если вдруг Дэнди совсем хорошо сыграет. Ну да. Теперь у нас пошли какие-то слипы. Контроль руны был, и в той герой руну забирает. У нас тут фенг такой. Смотри, там нотейл с дабл-дамажем, вообще не видно по анимации даже, что у него дабл-дамаж есть. Но, я думаю, чувствует в себе этот ванскор. Стычки. Вот это вот. Да, нормально залетает. Соточка, по сути, имеется. И да, больно-больно. Ну и теперь уже Na'Vi увидели, где будут находиться секреты. Увидели куроки внизу, увидели нотейла. Понимают, что, возможно, даже они тут не вдвоем. И у хвоста наступают трудные будни. Потому что три ранджевика против Сларка. Как хвост любит, в принципе. Ну да. Секреты молодцы. То, что отправили действительно трипл-линию в сложную. Здесь они открыто нам говорят о том, что они будут драться. Драться будут с первых минут. Ну и это в пик, в принципе, позволяет им это счастье. Единственная проблема, что... Вот как раз косяк в том, что им цеплять нечем. Есть стрела вроде и все. Зато можно с руки неплохо разбивать физиономию. А тут ванскорте время дает слип. Фенгшка будет давать стан. Есть паунс. Хорошо. Пробивает. Кура очень сильно проседает. Кура сильно страдает. И посмотрите, еще одну тычку по куроке. Неужели он выживает? Ну и цепляется теперь уже в Биг Дэде. Слишком большие кулдауны на спеллах. И уходят. Игроки Team Secret очень им больно. И они, видимо, осознали, что не такие уж они и живучие. Несмотря на то, что и Висп здесь, и Некрафос здесь. Да, тут в этой трипле, конечно, побольше всяких станов, дизейбл и прочего у Na'Vi. Поэтому им цеплять намного-намного круче. А косяк, точнее не косяк, а смерть могла произойти по одной простой причине. Потому что у Куру на первом уровне имеется хардстоппер аура, а не хил. Если бы это был левел 2, допустим, ну или на первом он бы качал именно хилочку, то Висп под тезером, он просто хиляет Некрафоса там на пол-хп. На пол-словбик сейчас точно бы заехал. Так да. Была возможность у Na'Vi, не получилось пока. Но здесь, в принципе, в любом случае будет интересно на этой линии. Шесть персонажей друг против друга воюют. На остальных линиях, может быть, не так интересно. Здесь на топлении Фанник пытается СВО разбираться. Да, Фанник стоит. Фанник, кстати, хорошо добивает крипов. Получше, чем ПАК, определенно. И так, у нас тут что-то на нижней руне произошло. Там ФНГ просто нашел руну богатства. И сразу стал богаче им на один уровень. Ну и в миде у нас Дваурер и Тимбер стоят примерно ровненько пока что. Да, Дваурер кушает интеллект. Тимбер у Дваура тоже в теории может кушать интеллект. ПАК, по идее, линия должен выигрывать свою. За счет этих бесконечных астралов, за счет пассивки. На-на-на. Ну и что у нас получается внизу? Внизу у нас пока продолжает стоять терпеть хвост. Крипов у него действительно не слишком много добитых. Там 7 вроде штучек, нет, это 7 у Некрофоса. Сладко там чуть поменьше. Мало, безусловно мало. Тут Фаник за С4. Нормально. И корсмэшем по нему. Вообще гоняет кто только хочет. Так а что ему там ПАК может сделать? У ПАКа 64 урона. У Тайтхантера 3 брони. Это минус 20%. И стрела еще залетала. Да, еще и Стаутшилд. Там еще и всякие Кракеншеллы. То есть, ну, вечно как ни одно, так другое. Очень неприятно. В прежнем жду активности на нижней линии. Ничего пока интересного не происходит. Пытается Краке гонять. Фаста не подпускает к репочкам. Делает абсолютно все правильно. Ну это такой, знаешь, байт на дурачка называется. Нави прекрасно понимают, на что способен Некрофос под виспом. И даже если у него остался 1 хп, то через секунду это может быть 200 или 300 1 хп. И добить не получится сразу. А если не получается добить сразу, то вы сразу же попадаете под удар, так как там 3 ранжевика. Не будем тоже это забывать. Ну да, если убивать Некрофоса, то нужно это сделать с Burst Damage. А Burst Damage пока кого-то не хватает. Вот есть Лип. Опять же, будет Стан, будет Баунс. Нет, не будет. Нет, пока нет. Заходят на Ван Скоро. Ван Скоро очень сильно проседает. Ван Скоро пытается убить. Но тут уже Нави неплохо вроде бы забайтили. Кура, вот он какой, жесткий подхил. Хвоста пробивает, хвост умирает. И это минус 3. Повелись. Повелись, Нави. И вот он. Ну дурачка байт. Да, да, да. Я, видимо, недооценил байт команды Secret. И действительно, это Death Pulse. Он обхиливает очень-очень сильно эту триплу. Я помню еще когда-то, давным-давно, товарищ Artstyle любил этой комбинушкой пойти попушить линии. И у него точно так же там шел Некрофос, Висп, там еще какой-то Вич-Доктор туда. И все. И их просто не остановить. Там двое-трое аркан-бутцов. И они просто не выключают свои хилы. Они просто бегают и все убивают. Да, ну и сами себе вырывают яму пока Нави. Действительно, сейчас трипла проигрывается. Это уже точно. Предпринимает попытки у нас в ФНГ сделать какие-то вылазки. Уже теперь помогать с онлайнером. Да, я смотрю сейчас, как заканчивается ХП у Сларка. Ты просто посмотри. Вот на хелсбар внизу. Второго уровня Херста Пауэр уже, конечно. Вот так вот. А здесь-то подхилы нет. Это проблема. Да, и это действительно серьезный косяк. Тут у нас, кстати, в миде пока поймали Тимбера. Там вышел ФНГ. Поджог. Застанил. Еще по тычке надо скинуться. Подхил где Тизер. Тизер Кулдауни. Вот. Подтягивается. Да, на Дэнди так уже со злости, типа, да получай ты. Прилетел он называется. Опять же, соу-клосс. Вот у Нави два момента таких было, в которых они могли делать. Во-первых, ферст влат. Во-вторых, сейчас на миде сделать фраг. Но вот пока не удается. Слушай, ну интересно, кстати, скиллбилд теперь у Фанника. Обрати внимание, что он вкачал на пятом уровне. Обычно наоборот бывает. Ну да. Ну, опять же, ладно. Ну тут, судя по всему, хватает. Возможно, да. Просто хватает урона. Возможно, решил, что быть более живучему не помешает. Ну и появляется заветная кнопка. Вот он с реведжем нападает на С4. И... Ох ты. Вот. А если бы немножечко побольше радиуса. А если бы немножечко побольше, ну и пак добивает Фаника. Да. Вот, собственно говоря. И непонятно, то ли это был мисквейк, то ли это специально так было раскачано. Но вот, возможно, эти 50 урона только что и сыграли. Свою злую шутку. Да, возможно. Но если Фанник изначально планировал сразу использовать, то, наверное, все-таки третий спелл был бы как-то покруче. Смотри, тут Дэнди в миде проседает. Подходит Симба, запиливает его. Дэнди! У Дэнди нет маны, чтобы что-то противопоставить Симбе. Это еще один фраг. И 5-0. Сикреты ведут 5-0. На всех линиях. Да, и ФНГ еще на руни попал под раздачу. Поймал стрелу. И ФНГ тут тоже будет сейчас умирать. 6-0? 6-0. Что это такое? Вообще, как это получается? А получается то, что у Нави проблемы теперь на всех трех линиях. И уже к уроке заходит по тавру. Он уже гонит хвоста и ничего не боится. Есть ТП. Так, нападать будет сейчас Огрмак. Пошел подхил. Ну, тут потягивается на ТЛ, конечно. И ничего не сделать. Ээро залетает. Прямо точно ФНГ съели уже хвоста. У ФНГ большие проблемы. Стоит на месте под этим 5-секундным ээро. Да, и Биг Дэдди просто мансит на Виспе. Не дает себя в обиду. Также там еще Некрофос продолжает подхилить. Вот он Биг Дэдди на Тезере. Вновь с ванскором. И это, скорее всего, еще один фраг в пользу Team Secret. 9-0. Что происходит на этой карте? Просто разрыв. Что происходит? Разрыв. Или С Салатина? С Салатина. Ну, очень-очень плохое начало для Нави. И ты посмотри, что происходит с деньгами. Ты просто посмотри на эти графики. На седьмой минуте. На седьмой минуте. Это terrible-terrible графики. Надо что-то менять. То есть, я не знаю. Сейчас либо активизируются субпортом, начать какие-то ганги устраивать самим. Либо поменяться линиями. То есть, так просто на линиях уже стоять нельзя. Во-первых, вы уже все. Проиграли свои линии. Там у противника выше уровни, лучше артефакты. Ну, начальники артефакты уже есть у Сикретов. Смотри, ну, Куроки там уже по Терринку базируются. О, ты посмотри, что к нему прилетает. Нет, да, да. Но такого Некрофоса мы любим. Погоди, это Скади. Ты ничего не понимаешь. Это заготовочка на Скади. Домашняя заготовочка. Все верно. NV одобряет. Ну что, правильно ты сказал про активизацию. Вот только вопрос в следующем. Не является ли то преимущество, которое уже Na'Vi подарили Сикретом, критическим? Смогут ли они вообще сейчас пробить этих ребят? Это новая система распределения денег со стороны команды, которая проигрывает. Она, в принципе, позволяет сделать камбэк. Достаточно сделать там минус три, минус два и уже, в принципе, Na'Vi вернутся. Но вот эти минус три, минус два еще нужно каким-то образом соорудить. Да, у нас тут какая-то непредвиденная пауза. Нападает Хвост на Пупея. Начинает его подрезать. Тут также подтягивается Ван Скор. Кура тоже здесь. Не будем забывать, что у Кура есть коса. А Хвост, видимо, забыл. Да. Хвост погибает. Также буду сейчас забирать Ван Скора. Это уже одиннадцатый фраг. Пятером здесь оказались Сикреты. Просто пятером. И уже пошли релокейты. Шестого уровня у нас No Tail. И здесь ФНГ тоже отпускать не будут, по идее. Понятно, что шестого уровня. Ты видел там счет вообще какой у нас? Ну да. И ФНГ тут тоже умирает. Он еще и подставляется от полдвара. Это какой-то конвейер. Да, конвейер гейминг в самом чистом виде. Но хотя больше цеплять сейчас нечем. Стрела пролетела. Стрела ни в кого не попала. И вроде как Сикреты отступают. Хотя на их месте тут уже, наверное, можно и не отступать. Да, можно идти до конца. Двенадцать-ноль. Ты понимаешь, что у Некрофоса при шестом уровне уже скоро эганим будет? А я, знаешь, я раньше думал, а зачем пишут урон со скипетром, начиная с первого уровня ульты? Никогда не покупай. Ты раньше его все равно не купишь. Кажется, я ошибался. Да, есть большая вероятность того, что Курокис умеет. Курокис, который смог. Курокис, который сможет еще. Да, у Хвоста все очень плохо по-прежнему. У него пока только игры в Джеймстик. У Хвоста еще до шестого уровня нет. Причем это керри на десятой минуте. Мы обычно на суппортов ругаемся. Но, опять же, вины Хвоста, я не знаю, есть она тут или нет, просто сильная трипла. И просто на нее повелись. Однажды Нави. Ну, вина в этом есть. Кто-то им дал команду, что нужно нападать эти, когда этой командой не должно было быть вообще. И пошли на Долис. Да, нападать там было, в принципе, наверное, бессмысленно. Разве что плюс один бы какой-то нарисовался. И только тогда можно было идти драться. Только тогда бы хватило урона. Ну, вот сейчас мы видим Фаник. Ух, почти поймал стрелу. Даже без стрелы, по идее, можно, наверное, забирать. Нет. Мне нравится, что Фаник вообще не растерялся. Он такой, стоит и бьет дальше крипов. У него стрела пролетела. И это нормально. Вообще-то у Фаника среди всей команды Нави как бы самый лучший артефакт. Потому что он стоит просто на линии. Он никуда не ходил. Единственный реветч, который он потратил, он потратил в пак, которого он не смог добить. Вот. Вот. Это уже совсем другое дело. Подходит Огрмак. Куро. А Куро-то со стриком. Куро хотят забрать. Не дают. Виспуй сейчас никуда улететь. И это будет минус. Наверное. Или же успеет. Или же успеет. Нет. Не успевает. Касань. Ибо он скоро еще выживает. Нет. До конца будет. Куро-то подтягивается уже тем временем Симба. Очень много дэмэджа. Тим Берсоту сейчас, кстати, может распополамить. Да. Биг Дэдди уже прилетел сюда. Он после байбэка. И он возвращается. И это минус 4. А как же хорошо могло все получиться. А у Деваурера появляется тот артефакт, который здесь поможет меньше всего. Из всех вообще возможных. Но вообще, если затерпеть, то почему бы и нет? Затерпеть? Нет. Если Сикреты... Я еще сверху ни о чем не говорил. Тут уже затерпели как бы. Да. Сикреты не те, которые будут останавливаться сейчас и пытаться там как-то игру затягивать, там довести. По-надежному сыграть, что ли. Они будут идти и бить дальше лица. Это понятно. Ну, других-то вариантов нет. Что было бы покупать там? Я не знаю. Форстав какую-то собрать. Какие были варианты вообще у Дэнди? Ну да. Форстав, наверное, тут было бы получше. Все-таки и Тимбер там гоняется, можно от него уворачиваться. И всякие некрофосы бегают. От них бы тоже не помешало поувиливать. Ты посмотри, ты стоишь на Т1 тавере, да, вот от Нави, и у тебя со спины стрела прилетает. Это, по-моему, уже... Это заявочка на успех. Хотя, хорошо, как пробивает. Симбун еще тысячи не хватает урона. Опять. Опять не хватает. И Дэнди уже в таверне. Тайдуха подходит. Наконец-то висп лопнул. И байбэка у него быть сейчас не должно. Ведь он в фулдауне. Ванскор и фаник. Фаник подставляется. Хорошая эра от папи. И секундочка. Это минус фаник. Или не минус. Нет, должен быть, наверное, минус. Да, должен быть. Еще уворачивается. Мансит фаник. Просто лев гейминг. Но нет. Его не отпустят. Куроке пошел до конца. Да. Ну а Кура чего? Хвост ему ничего не может сделать. Ну смотри, вот Хвост подошел. Под один деспульс попал. И все. И третьих П нет. Ну, драки по Т2 таверам уже на 12-й минуте. Счет 18-2. Проблемы. Большие. Начинаются. Нет, все-таки Кура это не тот, мне кажется, некрофост. Посмотри, что он дальше докупает. Ну при такой игре, этот артефакт более чем логичный. В принципе, я согласен. Царяды накапливать там. Да, да. Потому что настолько ранний аганим. Вот почему он нехорош. Потому что в любом случае, ты сторону не заберешь на такой ранней минуте. Ну 30 секунд, когда противник на пятом уровне 10 секунд наверх сидит. Вот, вот. То есть, ну это смешно. Действительно. Ближе уже там минуте к 30-й аганим просто незаменимая вещь. Да, он и появится такой-то игрой. Даже после этого первого. Ты думаешь, что игра будет идти 30 минут? Начнем с этого. То есть, ты вот так вот уже похоронил. Я вот кто похоронил. И там дальше ведь будет продолжение, нет? Причем все-таки не косой добила, а косой оставила мало здоровья и добил висп. Вот так вот. На мекканцем. Все, все правильно. Все правильно. 2, 19. Страшно смотреть на графики, уже теперь точно страшно. Да, типа раньше не было страшно. Тут на шестой минуте уже было, ой-ой-ой, как страшно. Ну, когда 2-3 тысячи, все так смотришь, ну, отыгрываемо. А когда вот смотришь сейчас, на 12-й минуте. Когда смотришь, что у типов там уже по блатстоуну в инвентаре, а у противников ничего нет, это совсем плохо. Кстати, к вопросу ничего нет. Лучший артефакт на команду Нави, это Медас. Нормасик, смотри. Фаник заходит. Ну, Тейл здесь, Ну, Тейла увидели, Ну, Тейла станет, Ну, Тейла продолжает пробивать, там Хвост поймал стрелу. Реведж пошел, есть минус виск, наконец-то опять убивает виспа, но там у Хвоста серьезный проблем. Ну, Куроке один стоит, издает деспульс налево-направо. Ну, Хвост только вот Шадоу Дэнс вкастовал, пытался уйти, но его сразу же приняли на отходе. Погоня идет дальше за ванскором, через секунду был бы... Ой, так хорошо, Слип на себя переаграл к Уроке, ну и Симба не отпустил. Три в один, три игрока в размену одного виспа, это слишком плохо. Ты посмотри, Биг Дэйд умер три раза в команде, в команде Теймс играет, три фрага от Нави. Понимаешь, какую ненависть он заслужил от игроков? За что его-то вот, самое главное. Вот именно за то, что он тогда на трепле, по сути, и был главным камнем преткновения, вот сейчас его пытаются сразу же убивать. И в этом есть доля правды, это нужно делать. Висп первым фрагом, это всегда очень классно, потому что вы таким образом убираете настолько большое количество регена в команде, что сложно недооценить. Да, плохо только что первым и последним фрагом. Да, вот это такой косяк небольшой, просто когда у Некрофоса уже 1200 хп, там 9 брони. А к нему летит уже, смотри. То самое летит. То самое уже. А, ну да, да, да. 15-ая минута, сложная линия. Не, ну у него пока только соулбустер, то есть еще до Бладстоуна, еще надо чуть-чуть там, или к нему уже летит. Не-не-не, все-все-все хватает. А, к нему уже летит, да? Все хватает, все готово. Да, точно, точно. Ну, 6-0-12, и пушится 2 тавра снизу от Team Secret. В принципе, тут у нас в миде, я вижу, атака пошла от Симбы, на Фанника, Фаник депаут, и не хватило перс дэмэджа, да. Улетает Фаник. К сожалению, у Тимбера есть кулдауны на спеллах, хоть они слишком большие, но они есть. Кстати, он тоже выходит то же самое, что и у Некрофоса. Ну, правильно, они просто не будут уходить никуда, они будут драться очень долго. У кулдауны, как я вот только что сказал, очень маленькие у Тимбера. И чем больше маны, тем больше, естественно, ты выдаешь ДПСа. Точно так же и с Некрофосом. У него на Деспульсе, там 5 секунд КДшечки, ты просто зашел, Деспульс, 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 там Мека, Деспульс. Ну, Мека у нас, правда, у другого героя собирается, она уже вроде бы даже летит. Так, тут зажимают, очень интересная ситуация находится у нас с Дэнди. Так, ну там кого-то нашли, там Титан подходит, блин, какой Титан, Тайтхантер у нас подходит, но Дэнди очень быстро раздувает. Фанг также у нас словит подачу Дримс Койла, и это минус 2, вновь. Очень быстро погибает здесь, блин, настолько быстро погибают герои, что даже не успеваешь никак сообразить, что же нужно делать, как, ну, скооперировать контратаку. Вот он Висп ныряет на Ванскор, Аванскор под косой, там ревич, конечно, но Ванскор погибает. Фанг, наверное, сейчас тоже погибнет, хвост пытается забрать Виспа. Отель живит, отель, отель уходит, выхиливает. Да, 30 здоровья, да, 30 здоровья Мека, и он улетает. Минус 4 от Team Secret, это 26-3, это самый разгромный счет, по-моему, за текущие ланы. Да, 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 но я не успел увидеть, был ли там счет 3-2-2, но 3-2-6 у нас уже есть. Хорошо, какие есть варианты у Na'Vi вообще в данной ситуации? У Na'Vi есть один-один шанс какой-нибудь. Один шанс, то, что игра выключится и не будет загрузки. Это, в принципе, шанс, и то, мне кажется, тут без шанса, потому что дать переигровку в таком матче, это было бы совсем уже, да, не по-человечески по отношению к Team Secret. Ну и СВО залетает уже по Т2 Тавару, идет дальше Куройки, тут ФНГ, его ВИС просто пробил своими спирицами на пол-ХП. Да, там двойной мультикасс, Дэнди еще его Астрал спрятал сейчас с Некрофосом. А Кура уже по барабану, по большому счету. У него Хапориген там 10 единиц, у него Муман Реген 16 единиц. Клоаку себе приобрел вот еще, да, конечно. Все супер. Ну и даже АТНАВИ, конечно, по Т2 Таварам пытаются как-то сопротивляться, кидутся с половиной, пять, четыре, по-троим, хорошо. Прыгает, и Арбака хорошо заходит, и очень много урона. Трипл килл делает Куройку пульсом, да, один деф-пульс. И это ультра килл от Куроки, это Курдеем. Какая ВП? 3-30. Самая, наверное, разгромная игра, 3 на 30. Да уж. На, я смотрю, вроде уже поняли, что тут даже расстраиваться не стоит, потому что тут... Ну, словом, салатина не описать. Такую игру лучше сразу просто взять и забыть. Вот они не возвращаться, не вспоминать, не анализировать ее даже. Знаешь, на уровне инстинкта самосохранения, вот, все плохие воспоминания, они стираются из памяти. Прямо сразу встать и стереть эту игру, даже не обсуждать ее, потому что тут обсуждать, грубо говоря, нечего. Вообще нечего. Ну вот, смотри, 1.7 Сларк, 1.7 Огр, 1.7 Бейн. А вот смотри на нули у ребят из Сикрет. Ноль Некрофос, ноль Тимберсо, ноль Патма. Да, и 11 ассистов у Бупея. Нет, Некрофос отыграл 12.02 к уроке. 12.0.12. 12.0.12. Бупея 1.0.11. Не, ну, вроде пойдет. Мне кажется, что, в принципе, привет Некрофосы в папчиках. Заходит неплохо этот герой сегодня. Да, да, да. Ну вот я же почему и говорю, что... Аугар Магфер с пиком не заходит. Неожиданно. Неожиданно, да. Ну там помимо Аугар Мага был, опять же, вот этот Бейн. Непонятно зачем он. Кого бы тут контрил Бейн? Давай по порядку. Хорошо. От Волт Двауэр последний пик. Ложите вопрос сразу без ответа. Да, то есть, ну, от Волт Двауэр тоже непонятно. Вроде бы герои типа забавные, но синергии между ними тоже сложно достаточно заметить. Типа АОЕ задумка, ну, хорошо, мы видели вообще хоть раз, чтобы... Что-то в АОЕ было, да. Да, там один раз Миди Дэнди нормально шваркнул, как бы на этом все закончилось. Ну ладно, друзья, мы не будем долго затягивать. Мы передаем слово на сцену, где уже стоит Евгений и давай Женя. С4, congratulations on yet another win in the Star Ladder Finals. That was quite brutal. Anything to add? No. Alright, so what would you say contributed the most to this decisive victory?